Здравствуйте! В эфире программа Патруль и я ее ведущий Антон Тарханов. Волк в овечьей шкуре. Завершилось расследование в отношении педофила. Годовалая девочка прокинула на себя стакан с кипятком. Изъята крупная партия тройного одеколона. ДТП с опрокидыванием и наша новая рубрика. Осторожно, пьяные водители. Впрочем, обо всем по порядку. Поехали. 16 лет в колонии строгого режима проведет 52-летний ранее несудимый уроженец Улухемского района республики. Следствием и судом установлено, что в феврале 2012 года решением районной администрации местная жительница оформила опекунство над 9-летней девочкой, мать которой была лишена родительских прав. За время опеки девочка проживала отдельно от опекуна с ее супругом. Женщина просто-напросто не выполняла свои обязанности. С октября по декабрь 2016 года ее супруг неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней преступления сексуального характера. В результате чего у девочки развилось временное психическое расстройство. Приговором суда по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Кроме того, следствием направлено в суд уголовное дело и в отношении главного специалиста отдела опеки. Судом бывшему специалисту органа опеки назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и органах местного самоуправления на тот же срок. В минувшие дни в Кызыле произошло два несчастных случая, в которых пострадали дети. 8 декабря около 13 часов в республиканскую больницу номер 1 с места жительства из поселка Каахен доставлена девочка 2017 года рождения с термическим ожогом тела. Сотрудниками полиции установлено, что малолетняя прокинула на себя стакан с кипятком, который находился на столе кухни. Мать девочки в это время готовила еду и ненадолго отошла от дочери. Также 9 декабря около 15 часов в Кызылскую районную больницу поступил мальчик в возрасте 2 лет с термическим ожогом верхних и нижних конечностей брюшной полости. Участковым полномоченным полиции было установлено, что мальчик в этот день находился дома. Во время игры он упал на таз с горячей водой, которая оставила на полу его сестра при стирке вещей. Мать ребенка также была дома, однако не судила за сыном. Во избежание несчастных случаев полиция призывает взрослых быть внимательными к своим малолетним детям и не оставлять их без присмотра даже на короткое время. В столице Тувы на прицеле судебных приставов оказался ВИП-должник. ВИП-должником судебные приставы назвали экс-депутата Верховного хурала Тувы, который задолжал по банковскому кредиту более 30 миллионов рублей со своими тремя созаемщиками. Несмотря на требования погасить долг, должник не спешил этого делать, поэтому за дело взялись приставы, которые для начала ввели ограничения по выезду должников за пределы страны, а затем взыскали с их банковских счетов чуть больше 300 тысяч рублей. В настоящий момент в рамках сводного исполнения производства о взыскании 30 миллионов рублей кредитной задолженности судебным представителям предпринимается ряд мер, такие как отслеживание, не появилось ли имущество у должников, недвижимое, а также обращены взыскания на лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее будет предприниматься ряд мер по реализации арестованного имущества. В Чадихольском районе выясняются обстоятельства опрокидывания автомобиля. В минувшие дни в дежурную часть полиции Тандинский поступило сообщение о том, что на 53-м километре подъездной дороги к поселку Хавуаксы произошло опрокидывание легкового автомобиля. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что 32-летний водитель, управляя автомашиной марки Toyota Camry, из-за высокой скорости не справился с управлением и допустил опрокидывание иномарки. Водитель автомашины не учел то, что грунтовая подъездная автодорога на спуске была покрыта снежным накатом. В результате аварии с травмами различной степени тяжести в республиканскую больницу были доставлены пассажиры в возрасте 30 и 50 лет. Самое время узнать, сколько всего дорожно-транспортных происшествий произошло в минувшие дни в республике. Официальная сводка ГИБДД далее. С 3 по 9 декабря в республике зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, где 4 человека были травмированы. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД задержано 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Внимание! Впервые! Народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Мы продолжаем рубрику «Осторожно! Пьяные водители». В ней мы будем показывать и рассказывать о любителях пьяной езды. На третьем месте спящий водитель. В минувшую субботу днем во время патрулирования инспекторы ДПС для проверки документов остановили машину, водитель которой засыпал на ходу. Выяснилось, что водитель пьян. Извинилось, что водитель пьян. На втором месте водитель, который пытался разжалобить дорожных полицейских. В минувшие выходные во время рейда внимание инспекторов ДПС привлекла иномарка, водитель которой подозрительно вел себя. Дорожные полицейские остановили машину для проверки и далее все стало ясно. Водитель сел за руль, будучи под шофе. Однако это мужчину не остановило. При заполнении документов сначала водитель пытался договориться с дорожными полицейскими, что у него не получилось. После начал давить на жалость. Якобы он мужчина в возрасте и ничего плохого не сделает. А инспекторы вместо того, чтобы возиться с ним, должны задерживать хулиганов и молодежь. Но закон для всех один. Выпил, не садись за руль. Вы что думаете, что если машина задержится, это нам удовольствие доставить? Я что-то попросил по человеческому, я вот тут как манарных следов, все отвали меня, все руки сказали, вот ты пьяный, забирай меня. А вот пьянов, на самом деле пьянов хулиганов. А вы считаете, что вы не нарушаете? Я считаю, что я нарушил. Я считаю, что нарушил. Мы ее оформляем, вот это вот. Ну вот, и оформляете тех, кого вы считаете. Мне вот как раз вас же оформляем. Почему вы говорите, что ваше нарушение не влияет на то, чем другие? Ну я же вчера, то есть вот, сегодня я нормально, я доехал, нормально доехал, 400 километров доехал. Меня там еще люди остановили, сказали, братан, поезжай, только не пей больше. Все, пропустили меня. На первом месте водитель, который пытался спрятать документы. На записи видеорегистраторов видно, как водитель, садясь в патрульную машину, пытается спрятать от инспекторов ДПС документы. Однако, когда дорожные полицейские начинают проверку собственника авто и на наличие штрафов, мужчина понимает, что пряча документы, ничего не добьется и отдает их инспектору. Но на этом горе водитель не собирает останавливаться. Он начинает хамить сотрудникам. Напомним, что штраф за пьяную езду, серьезное административное нарушение, предусматривающее в качестве ответственности не только лишение водительского удостоверения, но и выплату крупного штрафа. В Туве госавтоинспекторами выявлен факт перевозки крупной партии спиртосодержащей продукции. Вечером 8 декабря на стационарном посту ДПС Шевелик сотрудниками госавтоинспекции с целью проверки была остановлена грузовая автомашина. За рулем транспортного средства находился 37-летний житель города Минусинска. При проверке документов и багажного отсека были обнаружены коробки, в которых перевозился спиртосодержащий одеколон марки «Тройной салют» в количестве более 15 тысяч единиц. Мужчина пояснил, что данную продукцию приобрел в городе Бийске с целью дальнейшей реализации. На требования полицейских мужчина предоставил только товарно-транспортные накладные. Документов на право реализации товаров данной категории, удостоверяющих качество, у мужчины не оказалось. Спиртосодержащая продукция изъята и направлена на экспертизу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Госавтоинспекции Тандинского района выявлен факт незаконной перевозки 2,5 тысяч хвостов пеледи. 9 декабря около 17 часов патрулировавший на территории Тесхемского района наряд ДПС остановил машину марки «УАЗ». При проверке документов и осмотре транспортного средства в прицепе были обнаружены 17 полимерных мешков, в которых перевозились биоресурсы. Пеледь в количестве 2,5 тысяч хвостов, а также 19 рыболовных сетей. Водитель автомашины, житель города Шаганара, пояснил, что рыба и сети принадлежат его знакомому, который попросил увезти рыбу в Кызыл для дальнейшей реализации. Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 октября по 31 декабря 2018 года на озерах республики установлен запрет на вылов пеледи. По факту незаконной перевозки водно-биологических ресурсов между муниципальным отделом МВД РФ Тандинский проводится проверка. Напоминаю, вы также можете стать соавтором программы «Патруль». Звоните, присылайте и сообщайте информацию всеми удобными для вас способами. Адрес электронной почты и телефоны на экране. А у меня все. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Внимание! Впервые! Народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова